Блок питания в компьютере, который я недавно собрал в корпусе Silverstone, меня абсолютно всем удовлетворяет, учитывая то, что я там поменял его родной вентилятор на вентилятор от Zalman, то есть его практически не слышно вообще. Это отдельная история, он достаточно тихий, на фоне остальных компонентов его вообще не слышно. Что касается блока питания, который я сейчас буду распаковывать, причина, почему я его приобрел, это, во-первых, модульное подключение кабелей, потому как в моем чифтеке, который сейчас установлен в компьютере Silverstone, в корпусе Silverstone, очень много проводов лишних, они занимают очень много места и, соответственно, мешают охлаждению, то есть потоком воздуха создают препятствия. Учитывая то, что блок питания состоит с левого края, там есть только один вентилятор на вдув, и там еще куча кабелей, если посмотреть видео, где я его собирал, там видно, такой жгут здоровенный, я вот его запихнул в угол, он не сильно мешает, но лучше бы его не было. Это, во-первых. Во-вторых, почему я выбрал конкретно эту модель? Потому что в моем другом компьютере, который я собирал немножко раньше о нем в видео, пока руки не доходят снять, установлен родной старший брат этого блока питания. Модель называется тоже Silent Pro, но только с буквой M, а не M2, и мощностью он 600 Вт, в связи с тем, что там установлена видеокарта 560 Ti, а мощность блока питания Chieftec 460 Вт максимальная, а по линии 12 Вольт, не помню сколько, там, по-моему, около 20 Ампер, если не меньше. И во время игры в 3D-игрушку, какую-нибудь современную, компьютер просто-напросто выключался, не хватало ему мощности. Блока питания. С этого началась эпопея с блоками питания, там я поставил вот кольдер-мастер 600 Вт. В этот компьютер 600 Вт будет с головой, это, во-первых, во-вторых, на сегодняшний день 600 Вт, чисто 600 Втного и нету, есть 620 Вт, 520, по-моему, 420, но 420 не было, и мне, наверное, все-таки маловато будет 400 Вт. Мало ли какой апгрейд я захочу устроить, дополнительный винчестер доставить, поэтому я выбрал именно 520 Вт. Это, что касается мощности, 5 лет гарантии проходит по категории 80+, бронза. То есть, КПД достаточно высокий. Это, что касается, почему я выбрал именно эту модель. Ну, теперь я его открою, покажу, что там есть внутрь. Вот он запакован полиуретаном, защищен от возможных ударов. Кстати, какой-то след есть небольшой. Значит, пришел он ко мне, я уже его вскрывал в целлофановой упаковке, поэтому никаких сомнений в том, что это абсолютно новый блок питания у меня нет. Всякие разные бумажки. Вот, кстати, 420, 520, 620. Вот эта модель, именно эта модель, вот конкретно в таком виде, она есть в трех вариантах с разной мощностью. Это у нас ограниченная гарантия. Неприятный момент, не то, что неприятный, просто как-то несолидно это все выглядит. Черный корпус блока питания, черная оплетка и серебристые болтики. Как-то это совсем не красиво и несолидно. Не знаю, почему, может быть, китайский рабочий ошибся или не туда бросил. Ну, я выход найду из этого положения. У меня, по-моему, этот мой блок питания Чифтек, он закреплен как раз черными болтами, надо будет посмотреть. Вот, и теперь я достаю непосредственно героя. Вот, основное его преимущество заключается в чем? Вот, модульное подключение кабеля. Это очень хорошо, вот, именно в моем случае, ну, я думаю, другие тоже оценят, если даже в большом стандартном корпусе будешь устанавливать такой вот блок питания, лишние провода абсолютно не нужны. Ну, в данном случае, я так надеюсь, я буду использовать дополнительное питание видеокарты у меня, 550 Ti в этом компьютере, у него есть 6-контактное дополнительное питание, у этой видеокарты. И, надеюсь, нет, даже, наверное, два все-таки. Один будут молексы, а второй будут саташные разъемы для питания пинчестера и SSD диска. Из этого блока питания, намертво зашито, выходит питание материнской платы и дополнительное питание процессора. В данном случае, в моем Чифтеке только один есть такой разъемчик, 4-контактный, здесь 8-контактный. И он длиннее, чем в Чифтеке, это я уже точно знаю. Не удастся его как-нибудь аккуратненько проложить, чтобы он не мешал потокам воздуха, чего, собственно, я добиваюсь, чтобы как можно меньше было проводов, так называемый кабель менеджмент. Здесь установлен 135-мм вентилятор, куча лопастей, не буду сейчас их считать. Практика показывает, вот старый блок питания, который установлен в другом компьютере, тоже с Cooler Master, он работает очень тихо, и у него оборотовый вентилятор настроен таким образом, что 600 оборотов работает до 80%, вот если память мне не изменяет, 80% нагрузки. Достаточно охлаждения при таких оборотах, если нагрузка превышает эти 80%, то он начинает уже раскручиваться до номинальной мощности, до номинальных оборотов. Есть такая классная наклеечка, я ее потом буду отклеивать с удовольствием. Так, что у нас еще есть в этой коробочке? Есть кабель для подключения дополнительного питания видеокарты, 6-контактный и дополнительно еще 2 контакта для 8-контактных подключений. В моем случае достаточно только 6-контактного, но он цельный. Не знаю, возможно, придется его располовинить, чтобы лишние провода не прокладывать в корпусе. Есть дополнительно еще, ну, соответственно, вилка питания 220 вольт, 2 кабеля с молексами и есть такой приятный сюрприз для меня, вот такой вот маленький молекс. И у меня он используется для питания звуковой карты. Зачем ей питание, это отдельный вопрос. Для меня он пока что неизвестен, ответ на этот вопрос. Но питание нужно, соответственно, у меня это реализовано с помощью переходника с молекс, который шел в комплекте с звуковой картой, на вот такой вот маленький молекс. Здесь это уже есть зашито, это очень удобно, избавлюсь от одного переходника лишнего. И будет использован только один из этих двух проводов, поэтому уже, опять-таки, проводов меньше. И два кабеля для питания SATA. То есть это у меня есть винчестер, есть SSD-диск. Больше пока не надо будет, но, возможно, я еще в будущем доставлю еще один винчестер. Там в корпусе есть как раз место над блоком питания. Сам блок питания выполнен очень аккуратно, приятно его в руки взять, тяжелый. То есть взял в руки и ощущаешь, за что заплачены деньги. Покрашен такой черной краской матовой, очень приятный на ощупь. Чем-то даже напоминаю тут покраску корпуса Silverstone, то есть он туда будет просто проситься. Красиво все это так выглядит, даже жалко запихивать в корпус, что его не видно. У меня такой подход эстетский к комплектующим, про видеокарту. Я выбирал ее отчасти и по внешнему виду. Там очень интересное охлаждение. Правда, пришлось крылья снять сверху с этого охлаждения, но все равно оно менее красиво не стало. То есть помимо его каких-то технических характеристик, тут еще такие вот эстетические впечатления положительные. связанные с этим блоком питания. Вот что дойдут руки, когда я его установлю, то уже проверю, насколько тихо он работает и соответствует ли действительности заявленной характеристики производителям. Вот, собственно, и все на сегодняшний день. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!